Ларик, подай мяч. Вот так весело проходят тренировки в шоу-даун. На помощь спешит даже собака-поводырь. Амин Маматкулов в такую разновидность тенниса играет совсем недавно. В этот раз он участвовал в соревнованиях для детей с ограниченными возможностями здоровья и стал победителем. Три соперника было. Они были не так сложные. Хотя вот Саша, он самый сложный был. Его следующий был Амин, он не сложный был. Но следующий, Кристина, тоже не сложный. А вот София была уже сложная. У нее очень сильный удар был, их сложно было отражать. Но я через пот и дрожь выиграл. Раньше соревнования по игре в шоу-даун проводились в основном среди взрослых. Теперь их решили организовать для слабовидящих детей. Турнир «Самый ушастый» длился два дня. А вот подготовка к нему заняла гораздо больше времени. Впрочем, с ребятами дважды в неделю работает молодой тренер Владислав Глухов. По его словам, сейчас в команде семь ребят, которые набираются мастерства. Ведь, как и все виды спорта, шоу-даун имеет свои особенности. Сложность у нас в чем? То, что слух надо многим развить. То есть научиться слышать, чтобы не дергались, чтобы реакцию разработали, чтобы успевали мяч перехватить. Или же в контратаку идти, сразу его отбить. Но не просто так, наобум, а именно в какую-то точку. 1 апреля во Дворце молодежи прошла церемония награждения. Ребятам вручили медали, грамоты и сладкие призы. Но организаторы заверяют, что и в дальнейшем будут способствовать развитию этого вида спорта в Нефтекамске среди слабовидящих детей. Александра Котикова, Никита Веприков. Время новостей. Субтитры создавал DimaTorzok